Добрый день, программа в центре внимания. В эфире в студии Яна Лисовая. В конце апреля двум амурским спидвистам выдадут сертификаты на получение квартир. Это будет своеобразное поощрение за спортивные достижения. Сегодня об этом мы не только поговорим с министром физкультуры и спорта Амурской области Олегом Гуменюком. Добрый день, Олег Владимирович. Хорошее начало программы, хорошее начало мая, я думаю. Действительно, в конце апреля амурским спидвистам Сергею Логачеву и Павлу Чайке выдадут сертификаты на приобретение квартир. Как удалось все-таки такое вознаграждение получить и определить? Получается, что за короткий срок Амурская область могла шагнуть очень сильно в российском рейтинге именно этого вида спорта. Это в командном виде спорта, это практически единственный вид спорта, где в командном зачете мы идем на высших ступеней России. И про Амурскую область говорят именно в виде ее постоянно. Плюс вы знаете, насколько посещаемые виды спорта. И эти фамилии, эти ребята когда-то, допустим, Павел Чайко, он несколько лет выступал не за Амурскую область, сейчас он за Амурскую область выступает. За Сергея Логачева борьба нешуточно развернулась после тех показателей. Он практически сейчас является одним из сильнейших ребят, который как бы не подает надежды, а уже едет, участвует в соревнованиях. Он на Европе был пятый, на четвертьфинале Европы был второй. Там, где я с ним ездил в команде Красников, это семикратный чемпион мира в личном только одном зачете. Это говорит о том, что какое внимание к нашим спортсменам. И, естественно, для Амурской области мы понимаем, что есть и олимпийские виды спорта, есть и другие виды спорта. Но у нас есть стадион, у нас есть зрительный виды спорта, это футбол. У нас очень много ходит людей, мы видели, какое количество людей приходит на спидвей. И, как бы, понимаете, потерять эту нить, которая действительно потихоньку обрастает всем, мы обрастаем уже регалиями. Амурская область уже звучит везде, с ней уже считаются. У нас бюджет команды гораздо меньше даже бюджета той команды, которая находится на четвертом месте. Но мы смогли этими силами отстоять третье место, не отстоять, а занять его вновь. Это чемпионат России в экстра лига, это самая высшая ступень в этом виде спорта. И, естественно, что Олег Николаевич не мог не участвовать, не знать, что есть такие моменты, когда спортсменов перекупают, приглашают. И было такое предложение от Олега Николаевича, что надо с чем-то заинтересовать наших спортсменов. Все-таки на следующий год нам опять надо отстаивать уже третье место, а если есть возможность и выше. И было предложение Олега Николаевича, что поощрить ребят, где будет контракт на три года. Квартиры они получат в апреле, три года они, мы знаем, уверенно, они наше выступают в команде. И после течения трех лет квартира переходит в их собственность. При соблюдении всех этих норм, то гонщик у нас остается еще на три года. То есть, в принципе, это такая мера поддержки на местах наших спортсменов. Но скажите, мера действительно беспрецедентная? Будет ли традиция уже такая хорошая? Ну, вы сами понимаете, что все у нас традиции, все спартакиады, которые у нас, все ледовые баллы, все, что началось у нас уже в Амурской области, то каждым годом оно идет и качество улучшается. Естественно, что, я думаю, эта традиция будет поддержана Олегом Николаевичем. Мы знаем, насколько, если Олег Николаевич что-то делает, говорит, то он это продолжает делать. И действительно люди видят это и верят в это. Ну, понятно, мотогонщики – это наша гордость. Ну, чем еще может гордиться, точнее, кем еще может гордиться Амурская область? Ну, у нас очень хорошие результаты. У нас и у ребят в теннисе. Очень приятно то, что ребята наши хорошие результаты заняли в дзюдо, хороший результат – вольная борьба. Очень, уже повторяюсь, это был большой экзамен нашим ребятам, именно молодежи. Это дети Азии, где мы практически выполнили свою задачу. Мы уже тогда привезли практически на команду 70% медалей приехало. Это ребята, которые были в призерах на соревнованиях. Самое главное, что и статус, мы уже знаем статус нашей школы Олимпийского резерва. Мы подтвердили, там есть нормативы, кого мы должны воспитать, какие у нас должны быть результаты. Мы уже в этом году выполнили эти нормативы, уже это приятно. Это говорит о том, что область живет. Плюс мы смогли, министерство спорта, как бы я понимаю, что суммы были выделены на проведение, уже три года они не меняются, но очень тяжелый год для Мурской области. Мы знаем, почему он тяжелый, уже не повторяемся, знаем, какая это проблема. Но мы смогли оставить эту сумму. Мы пошли на крайние моменты, мы сократили финансирование министерства. Мы сократили, пускай как бы это будет больно, где-то в моменты премии, но действительно все федерации, они получили все те же самые средства и пойдут на все соревнования, которые у них запланированы и которые у них были в том году. Сейчас есть, можно зайти на сайт, посмотреть, легко увидеть тенденцию того года, тенденцию этого года. В конце будет видно, сколько прошло мероприятий, какие федерации, как в том году у нас есть федерации, около семи штук, которые даже не использовали свои средства. Эти деньги будут перераспределяться, это все доступно, это все видно. Ну как удалось, ведь действительно бюджет дефицитный и сейчас экономят, а то к чему стремятся амурские власти. За счет чего? Ну я еще раз повторяю, что мы у нас по программе немножко, мы передвинули деньги, получается, нам тяжелее стало, мы уменьшили количество, допустим, помощи спортсменам, те, которые достигли каких-то результатов. Но федерации обделенными не остались? Федерации нет. Самое главное в этом всем, что где-то что-то мы должны были ужать, но именно ребята поедут на соревнования высшего уровня, они все поедут на соревнования, и те деньги, на которые они рассчитывали в том году, они в этом же на них рассчитывают. Хорошо, сейчас самая обсуждаемая тема, пожалуй, это футбольный матч, первый в этом сезоне, который должен состояться 22 апреля. Амур-2010 должен сыграть на нашем поле с командой из Новосибирска «Сибирь-2». Будет ли матч? Погода нам преподносит такие сюрпризы, что просто вопрос уже, наверное, спорный, да? Ну, я хотел бы надеяться, что все у нас будет, я думаю, что больше снег не пойдет и морозов не будет. Но вы видите, сколько усилий прилагаемых. Мы с 9 апреля уже начали специальными ледосрубами срывать этот лед, и у нас было практически все готово, если бы не вот тот сильный снег к 17 числу, который пошел. У нас же есть хороший пример, в том году точно так же все прошло, но давайте не забывать, и температурный режим сместился. Плюс у нас в этом году и мы масленицу провели на 2 недели позже, ледовый бал. Это опять связано с температурами. Ледовый бал мы всегда закатничивали как можно, естественно, в марте, и чтобы температура, количество людей. У нас на ледовом балу пришло 4000 человек. Вы представите, какой праздник? Это уже традиционный праздник. И, естественно, есть все эти моменты. Я думаю, что вот мы уже с Анатолием Леонидовичем Кульком разговаривали, что надо будет рассмотреть вопрос о переносе соревнований по футболу, но чуть-чуть позже, потому что мы видим, насколько изменился температурный режим. Даже сейчас и сою мы даже знаем не сеют, понимаете? Все вот эти моменты, оно все вместе сложилось. Ну, естественно, мы прилагаем максимум усилий, потратили много своего уже не бюджета, что денежки около 300 тысяч мы на уборку только снега со стадиона вывозят, и вывозят, вы видите, даже уже по количеству снега, если посмотреть на территории, уже негде вывозить. Мы даже уже запасной участок, и на запасной участок начали возить, потому что надо куда-то возить, а надо возить как можно ближе, и чтобы это все двигалось быстро. Я думаю, что все-таки все у нас будет хорошо, и относиться надо ко всему позитивно. Ну, действительно, у природы-то плохой погоды не бывает. Тем более я знаю, что в Благовещенске может появиться еще одно футбольное поле. Да, есть у нас такая радость, чем можно, в принципе, похвастаться уже. Вот расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Ну, хвастаться будем тогда, когда это поле уже придет. Ну, радоваться уже можно. Ну, да. Все документы, которые мы сформировали, это у нас на спортивной школе, в Амурской области у нас одна есть спортивная школа, «Спартак», где действительно развивают детский футбол, именно профильная эта школа. Мы в этом году обратились в эту школу, запросили все документы и отправили по программе. Эта программа под контролем самого министра находится. Вот у меня здесь есть приказ, и в этом приказе стоит номер 16, Амурская область, где мы, согласно этого приказа, должны в этом году получить средства на приобретение этого поля. Они именно средства для приобретения. Мы должны будем только деньги его привезти и положить. Это наша составляющая расходов. Вот мы смогли это сделать. Ну, еще какие-то перспективы такие же радужные есть, может быть, по районам? Да, наконец-то, можно так сказать, тоже опять есть заключение у меня, экспертизы. Вот буквально на столе лежит оно, я специально с ним пришел, чтобы не было слов. Это у нас реконструкция спортивного комплекса «Юность», где я возил проект на смертную документацию. Два раза она исправлялась. И сейчас устранены замечания. Замечания были по маломобильным группам населения, было тяжело. Эти все замечания устранены. Осталось два незначительных и включили в перечень объектов для рассмотрения на Координационном совете. Это та работа, которую мы делали в течение двух с половиной лет по поводу наших объектов, которые в этом году мы получаем деньги. Это у нас Белогорск, это 52 миллиона, это у нас город Свободный, 34 миллиона, это у нас Углегорск, 24 миллиона, это ФЦП, которую мы смогли, отстояли, в этом году получим. А «Юность» у нас рассматривается на следующий год. Но документы прошли, все здесь сделано правильно, и мы сейчас будем рассмотреть, когда комиссии, право-констанционные советы. И хотелось бы, чтобы в 2014 году мы по федеральной целевой программе получили также средства на Ледовый дворец, именно на «Юность», которая в второй очереди. Ну, будем надеяться, что наш амурский спорт будет развиваться также под девизом «Быстрее, выше, сильнее», как он сейчас это делает. А я напоминаю, что у нас в гостях был министр физкультуры и спорта Амурской области Олег Гуменюк. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Будьте всегда в центре внимания. Продолжение следует...